История еврейского кладбища в Бресте не менее печальна, чем история брестского еврейства в целом. Лихолетие Великое Отечественное внесло трагичные коррективы в судьбы жителей города над Богом. Не пощадило оно и памяти тех, кто уже ушел. Некоторое время плитами с еврейских могил фашисты даже выкладывали дороги в городе. Сегодня при проведении строительных работ в областном центре регулярно обнаруживают надгробия. Четыре таких плиты и были переданы в дар музею Холокоста. Представитель последнего Раду Иоаннит на встрече с руководителем города Александром Рогачуком отметил, что визит в Брест – важное событие для укрепления партнерских отношений и сохранения памяти. Для нас сегодняшние мероприятия очень важны. Мы находимся здесь, в Бресте, где нацисты хотели уничтожить не только живых людей, но и любую память о еврейской нации. Но Брест известен во всем мире как место ожесточенного сопротивления захватчикам. Это история, это героизм людей, это сопротивление злу. Евреи внесли немалый вклад в дело развития и процветания Бреста. В начале 20 века они составляли половину от общего числа жителей. Во время Великой Отечественной войны фашисты сделали попытку стереть с лица земли и город, и его население. Но память о людях должна и может быть сохранена. В первую очередь теми, кто сегодня считает город над Богом родным. Очень важно, чтобы в городе Бресте был объект, который бы в себе концентрировал бы вот эту память, вот это осознание части Бреста еврейского. Вот этим объектом все-таки должен быть лапидарий. Конечно, восстанавливать сейчас кладбище, восстанавливать сейчас какие-то такие формы, наверное, это было бы не совсем правильно, да уже, наверное, и время уже ушло. А вот восстановить символ преста еврейского в форме лапидария, я думаю, что это наша общая задача. Создание лапидария, по мнению мэра, задача общая для руководства города и общественности, в частности, еврейской. Для мемориала уже выбрана архитектурная форма и место расположения в районе стадиона «Локомотив». По словам Александра Рогачука, это очень важный шаг в деле укрепления связи поколений. Ведь это будет здорово, если потомки евреев, которые жили здесь в 20 веке, в первую половину 20 века, будут приезжать в город, и пусть он не найдет могилку своего прадедушки, прабабушки, но он посадит дерево, посадит дерево вокруг этого лапидария, дерево как символ памяти.